Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс, где каждый день мы размещаем аналитический контент, конкретные сигналы, основанные на техническом анализе и фундаментальные пасты, как дополнительная информация для вас в принятии торговых решений. Ну что, сегодня мы подводим итоги заседания американского регулятора, события, которые ждали очень долгое время. У нас было несколько сценариев потенциальных действий американского регулятора, точнее три, и я вчера подробно вам их разобрал. И, как и ожидалось, отработали мы по первому сценарию, когда без каких-либо сюрпризов, в принципе неожиданности, американский регулятор в соответствии с ожиданиями повышает ставку на 75 базисных пунктов и поднимает ее с 3.25 до 4%. Этот сценарий нас полностью устраивал, потому что заранее мы пришли к выводу, что на основании данного решения индекс доллара продолжит постепенное, монотонное, пусть и вялое, но все-таки восходящее движение. Это то, что нам нужно. Сейчас индекс доллара практически в районе 112 пунктов. Впереди куча важных событий, особенно сейчас мы можем это сказать, потому что американский регулятор дал понять, что последующие такие мощные фундаментальные вводные, как данные по рынку труда и инфляции будут определяющими в принятии дальнейших решений по процентной ставке. Так вот, впереди non-farm perils, которые мы будем с вами разбирать завтра, и предварительные выборы в США, информация о которых будет уже на следующей неделе. По поводу самого решения по ключевой процентной ставке. Напомню, что с учетом той фундаментальной поддержки, которая накопилась для Федрезерва за последние недели, это решение было более чем оправданно. Я сейчас не буду повторяться, опять же, про какие отчеты идет речь, потому что вы наверняка помните. Единственное, что стоит отметить, вчерашний релиз EDP по рынку труда, который буквально за несколько часов вышел до оглашения итогов заседания американского регулятора. По цифрам, плюс 239 тысяч новых рабочих мест, это выше прогноза, который был обозначен на отметке 195 тысяч. И 239 тысяч цифры от частного агентства, это хороший задел, ожидать не менее сильный релиз и по non-farm perils, который, собственно, будет опубликован в пятницу. Федрезерва, опять же, повысил ставку, как я уже отметил, в соответствии с ожиданиями. Но самое интересное, это была пресс-конференция Джерома Паула, после которой фактически все те, кто следил за тем, что он скажет, все заголовки самых именитых СМИ сегодня пестрят на темы, что Паула не собирается убирать ногу с педали газа, что предполагает дальнейшее ужесточение монетарной политики. Конечно же, на рынке были скептики, считающие, что ФРС все, сейчас вот возьмет паузу или, по крайней мере, анонсирует возможность замедления темпов ужесточения монетарной политики. Но что сказал Пау? Во-первых, он объяснил решение по росту ставки на 75 базистых пунктов необходимостью, вызванной высокой инфляцией. Отметил снова, что инфляция – это бич просто для американской экономики, да и для всей мировой экономики. И то, что прежде всего нужно решить проблему с высокой инфляцией, нужно создать условия фундаментальные, макроэкономические, при которых впоследствии, когда ситуации, скажем так, мировые экономически улучшатся, но были еще и условия для органического снижения этого инфляционного давления непосредственно в каждой экономике. И Пау дал понять, что он осознает все риски, которые могут возникнуть и всплыть для американской экономики в последующие месяцы в случае сохранения крайне жесткого курса монетарной политики, но он готов потерпеть эти риски. Да, он не прокомментировал, друзья, то, насколько ставка будет повышена, например, в декабре, потом в феврале и в марте. Но он сделал очень важное заявление, которое позволяет нам уже, в принципе, расставить все точки над «и» и самим додумать. Он отметил, что прежние ожидания американского регулятора по пиковым значениям по ставке, возможно, являются довольно скромными. И конечная ставка может превзойти те ожидания, которые сейчас присутствуют на рынке. И, опять же, сейчас я уже, когда готовился к этому брифингу, видел заголовки о том, что участники рынка всерьез допускают, что в 2023 году ключевая ставка Федрезерва будет доведена чуть ли не до 6%, в то время как раньше мы, как вы помните, ориентировались на значение 5%, но, может быть, чуть выше. ФРС продолжает активно бороться с инфляцией и до тех пор, пока мы не увидим подтверждения в статистике замедления инфляционного давления и пока ФРС не поступится, скажем, своей решительностью, мы будем спокойно покупать индекс доллара и смотреть за тем, как он будет расти. Если бы по итогам сегодняшнего дня у нас были бы условия сказать, что ФРС подал нам сигнал того, что очередной суперцикл повышения процентной ставки подходит к концу, то, я думаю, друзья, мы бы с вами подождали еще декабрь и потом уже начали доллар активно шортить. Но после вчерашней пресс-конференции я понимаю, что ставка снова вырастет на 75 базисных пунктов в декабре, повысится, возможно, на 50 базисных пунктов в феврале и в марте. И на этом фоне, я думаю, что идея покупки доллара будет благополучно транслироваться еще и в первом квартале 2023 года. Золото 1636 долларов за трость к концу максимум был. Мы вчера решили поддержать длинную позицию, максимум был 1669, то есть фактически первый целевой ориентир, который хотелось бы достичь, 1670 был. И жаль, что этот уровень не был сделан, потому что с тех пор, собственно, золото уже откатило. И я сегодня, собственно, принял решение пока что золото оставить в покое, закрыть позицию и уже впоследствии дождаться более интересного уровня и точки входа. Рынок нефти продолжает расти, 96 долларов за баррель, причем факторы поддержки для нефтянки это опасения, связанные с глобальным предложением из-за снижения объемов нефтедобычи странами ОПЕК+, а также за счет вступления в силу пока что частичного эмбарго на поставку российских углеводородов. Окончательно эти меры, которые датируются еще прошлыми пакетами санкций со стороны Запада, окончательно вступят в силу в декабре. Ну, ограничение предложения это уже то, что становится все более очевидным. Для рынка еще фактором поддержки выступил отчет по запасам нефти США. Сначала от Американского института нефти мы получили цифры о том, что запасы резко снизились. И вчерашние официальные лица от администрации энергетической информации, также снижение запасов на 3 миллиона баррелей, что доказывает, подтверждает наличие серьезного высокого спроса со стороны американской экономики. Но, как мы с вами всегда делаем вывод, что спрос со стороны американской экономики это, в принципе, можно сказать, спрос со стороны всей мировой экономики тоже. Поэтому по рынку нефти сохраняем длинные позиции, ждем более высоких ценовых значений. Доллар и иена. Цель по-прежнему 145. Жаль, что вчера до нее не добрались, но, собственно, пара не выросла, опять же, и не создала угрозу для нашей именно короткой позиции. Мы понимаем, что присутствие Банка Японии с возможностью интервенции сейчас самый главный фактор, который будет способствовать укреплению японской иены. Американский фондовый рынок постоянно спрашивает, что с ним. Я не возвращаюсь к активу, где фонд полностью не меняется. В отношении фонды то же самое. Жесткая монетарная политика – это причина давления на все фонды в индексы. Вы вчера наверняка это заметили, как сильно просели NASDAQ, Dow Jones и S&P. Сейчас котировки 3774 пункта. Ждем, соответственно, S&P на уровне 3500. Европейская валюта 0,9830. Распродажи продолжились, были ожидаемы. И здесь, в принципе, просто нужно ждать уже 0,97 и последующий уход к отметке 0,95. Сегодня предлагаю обратить внимание на британскую валюту, которая сейчас котируется на отметке 1,1416. Потому что главное событие сегодняшнего дня – это заседание Банка Англии в 12.00 по GMT. Через 30 минут после этого в 12.30 состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Ожидают, что ставку повысится на 75 байсных пунктов, как это сделал ФРС. Но я думаю, что нас, скорее всего, поджидает голубиный сюрприз. И фактическая ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, потому что ситуация в английской экономике совершенно не такая, как в США. Куда более слабая макроэкономическая статистика, просадка по всем секторам, зашкаливающие показатели по дефициту бюджета, подрыв, опять же, инвестиционного климата, политический кризис, который отчасти разрешился, когда Риша Сунак, как говорит Байден, Рашид Сынок, пришел к власти. Но я думаю, что еще рано говорить о том, что он сможет справиться с теми проблемами, с которыми сейчас столкнулась британская экономика. Ждем бюджет. Он будет опубликован 17 ноября. И несмотря на то, что все ждут чуда, и что Риша Сунак сможет представить пакет мер, которые помогут экономике, не повышая налогов, это невозможно. Поэтому готовьтесь к тому, что налоги повысят в Англии. И это может оказать дополнительное давление на фунт. Ждем британскую валюту на отметке 1.12-1.10. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.